всем привет в эфире дети большого толка эта программа с любопытными фактами интересными сюжетами и путешествиями мы изучаем весь мир от барнаула алтайского края до просторов космоса от бактерий до самых далеких планет каждую неделю в нашем городе происходят интересные события это концерты и праздники спортивные соревнования открытие выставок картин кошек и рыбок кулинарные поединки везде успеть невозможно но наша съемочная группа старается особенно если это мероприятие для детей более 5000 жителей края которые провели новогодние праздники на рабочем месте получили поздравления от школьников активистов алтайского движения первых во время акции российский детский дед мороз участники движения первых поздравили врачей спасателей сотрудников гибдд и полиции журналистов а также военнослужащих продавцов работников культуры и главного новогоднего волшебника алтайского деда мороза более тысячи ребят в костюмах деда мороза снегурочки других сказочных персонажей вручили подарки сделанные своими руками исполнили новогодние стихи и песни в барнауле состоялся юбилейный показ модельной студии nude model kids один из самых масштабных модных проектов в алтайском крае это мероприятие собрало более 500 гостей и участников ценителей стильной детской одежды зимний показ коллекции проходит уже в пятый раз он является настоящей традицией для юных моделей их родителей и владельцев магазинов каждый год на подиуме предстают невероятные образы и яркое шоу показ модельной студии в этом году отличался большим разнообразием стилей и образов вместе в музей удивительная выставка авторских кукол объехавшая и покорившая весь мир остановилась барнауле выставка носит название ульгер что в переводе с бурятского языка означает сказание известный скульптор дашином доков представляет коллекцию кукол продолжающих бурятскую ремесленную традицию и культуру авторами которые являются члены его семьи среди которых представьте семеро детей в этом семейном проекте дашином доков создает эскизы а родители братья и сестры воплощают его идеи мастерят каркасы кукол придают основную форму и колорит образа или персонажа а также одевают его используя натуральные материалы и традиционные техники их произведения выполнены как скульптуры из кожи в объеме в стилизованных национальных одеждах и с историческими атрибутами каждую отличает особый характер и уникальная пластика ювелирные техники шитья плетения волос декорирование разными материалами все это вызывает восторг и восхищение мастерством рукодельниц и рукодельников деревянные троны лица из папье-маше одежда из кожи натуральные луки и стрелы коралловые бусы ручное шитье и плетение из конского волоса придают изделиям уникальность и неповторимое очарование национальное своеобразие выражается в этнографически точных деталях покроя одежды конструкции украшений форме причесок традиционных материалов технических и художественных приемах цветовой гамме символики несмотря на то что искусство семьи нам таковых имеет ярко выражены бурятские и монгольские исторические истоки по мнению искусствоведов она реализуется в жанре этнофэнтези выставка проходит в краевическом музее в барнауле на ползунова 39 и продлится до 24 февраля казалось бы глаза это орган зрения они нам нужны чтобы видеть уши чтобы слышать но что если все не так просто и наша кожа тоже слышит и даже думает почему потому что она немножечко мозг давайте побываем внутри кожи кожа это самый большой орган человеческого тела ее площадь почти два квадратных метра и именно через кожу происходит наша связь с внешним миром она словно наша антенна она может передавать и принимать сигналы от внешнего мира когда мы кожи чувствуем холодная или горячая ток или боль то машинально отдергиваем руку так четко и быстро доходят сигналы в наш спиной мозг кожи мы думаем даже быстрее чем мозгом самый верхний слой кожи называется эпидермис его девиз жить чтобы умирать он похож на крышу здания такую прозрачную черепицу это и есть чешуйки кожи на самом деле это наш щит в первую очередь кожа это защитный барьер для организма как кирпичная стена вы слышали выражение чешуйки кожи все так мы покрыты чешуей а она сверху еще и кислотой все для того чтобы не пропустить врагов например любимый нами кислород это не только необходимый для жизни газ но и сильный токсин он разъедает поверхности и как же на это реагирует кожа регенерации она просто постоянно отращивать новые клетки каждые три-четыре недели в ответ на агрессию газа кислорода а еще кожа нужно чтобы не пропускать вредные микроорганизмы и тем не менее лишь только каждая четвертая клетка на теле нашего организма человеческая остальные 75 процентов всех клеток это гости населяющие внутренние и внешние поверхности нашего тела наша кожа похожа на пешеходную улицу здесь гуляют торгуются ругаются конкурирующие кланы вирусов и грибков тысяч бактерий это микробиом микробиом продуцирует защитное оружие против вредных пришельцев так формируется наш иммунитет представим что в нашей коже есть чип он сканирует все вокруг как штрих-коды в магазине и мы одним прикосновением считываем информацию о предмете круто да а ведь такой сканер у нас есть мы отличаем поверхности пластика дерева металл от стекла бумагу от картона мы даже понимаем качественная ли ткань меньше чем за секунду прикосновения моментальное распознавание вслепую ум на кончиках пальцев музыкальная пластинка неровная на ощупь она вся в крохотных выемках и бороздках когда по ним проезжает иголка звучит музыка такие неповторимые бороздки есть и на наших пальцев а вы задумывались для чего они нужны думаете отпечатки пальцев придуманы природой специально для криминалистов чтобы было легче найти преступников конечно нет не только наша кожа но и язык имеют уникальные отпечатки поверхности почему же именно на кончиках пальцев такие бороздки дело в том что пальцем ладоням и стопам нужно хорошее сцепление с поверхностью поэтому она такая жесткая и ребристая внутри нашей кожи пульт от кондиционера эта система климат-контроля распознает температуру и давление влажность на улице например наши глаза не умеют чувствовать холод а кожа может эта информация спасает нас и заставляет одеваться по погоде именно через кожу отдается тепло или наоборот кровь отливает от кожи чтобы согреть внутренние органы кожа страдает и мерзнет зато мы выживаем ну что насчет слуха новейшие исследования показали что человек может слышать с помощью кожи вернее с ее помощью он слышит гораздо лучше и четче распознает звуки кожа может нюхать и слышать исследования ученых показали что чем плотнее на нас одежда тем хуже мы воспринимаем информацию в легкой майке или сарафане и запахи и звуки ярче все благодаря коже на нашем языке много пословиц которые показывают насколько кожа важна для нас бывают дни когда человек чувствует себя в чужой шкуре а когда он старается то вылезает из кожи работе нужна толстая кожа а кто остро воспринимает критику того зовут тонкокожим кожей мы чувствуем теплый ветер и колкий град скользкого червяка и теплую пушистую кошку именно кожей мы понимаем кого любим и что нам нравится так формируются наши предпочтения любимое время года погода симпатии кожа помогает нам потрогать внешний мир и мы оцениваем нравится он нам или нет знаете ли вы почему луна и солнце кажутся одинакового размера хотя на самом деле это не так действительности солнце в 400 раз больше зато луна в 400 раз ближе представляете вот такое совпадение знаете ли вы что луна постепенно удаляется от нашей планеты правда это происходит с очень незначительной скоростью 38 миллиметров в год ученые выяснили что полтора миллиарда лет назад земные сутки длились примерно 18 часов в то время луна находилась к земле 44 тысячи километров ближе чем теперь астрофизики считают что именно возросшие между землей и лунное расстояние влияло на вращение планеты вокруг своей оси а вместе с тем на климат и продолжительность дня отчасти благодаря этому появилось человечество но еще через несколько миллиардов лет орбиты луны увеличится примерно вдвое а сутки растянутся до 800 часов а вы задумывались что желуди это орехи а дуб ореховое дерево в разное время желуди использовались для изготовления чернил пороха и мыла чернила из желудей были темного света и имели гурки вкус они были достаточно стойкими и не выцветали а вот порох получался очень слабым и использовался только в сигнальных ракетах лед быстрее образуется из горячей воды чем из холодной поставьте на мороз контейнер с кипятком и с холодной водой и первый быстрее заледенеет это происходит потому что по мере нагревания водородные связи воды ослабевают и молекулам воды становится проще переходить к кристаллической структуре льда человеке есть орган который не чувствует боль это наш мозг он может воспринимать и обрабатывать чувство боли поступающие от других частей тела тем не менее сам мозг не способен чувствовать ни холод ни жар ни боль а вы задумывались как видят мир кошки и собаки а рыбы знаете как видят мир рыбы всего на несколько метров вперед все потому что вода не очень прозрачная и большего им просто-напросто не нужно если кто-то зевает нам сложно удержаться и не зевнуть в ответ то же самое с улыбкой она заразительно как смех все из-за зеркальных нейронов в нашем мозгу смысл этих нейронов повторять мышечную активность другого благодаря этому дети учатся говорить смеяться и плакать нашей программе можно узнать что среднее облако весит как 80 слонов сердце ежа бьется 300 раз в минуту а глаз страуса больше чем его мозг смотрите программу дети большого толка в ней много интересного знаете ли вы сколько усилий нужно для того чтобы сделать мед только представьте чела живет 40 дней за это время она успеет посетить не менее тысячи цветов и произвести всего одну столовую ложку меда еще два века назад республики алтай водились тигры были они и в советском районе алтайского края последние упоминания очевидцев которые видели полосатых хищников были опубликованы в журнале охотник алтая в 1924 году знаете ли вы какие животные видны из космоса пингвинов императорских пингвинов в антарктиде живет так много что их колонии видны из иллюминатора это помогает ученым изучать птиц считать их и следить за передвижениями многие люди начинают день с кофе но не олимпийские спортсмены дело в том что кофе официально запрещен международным олимпийским комитетом если при проверке в крови спортсмена будет обнаружен кофеин то олимпиец будет сразу снять соревнований в одной чашке кофе содержится 200 литров воды еще один пример пшеница на два кусочек хлеба нужно 100 литров жидкости а для того чтобы вырастить один килограмм риса потребуется целых 4000 литров половину людей начинает свое утро с кофе сколько это чашек полмиллиарда в год кофе делает нас умнее это доказали ученые кофе сделан из ягод которые похожи на вишню при приготовлении их жарят и сушат от двух до десяти дней так получается кофейные зерна из которых варят наши любимые напитки вы знали что если бросить мяч в воду собака будет бежать вдоль берега пока не сравняется с ним только потом прыгнет воду это потому что собаки понимают что на суше они движутся быстрее чем в воде это позволяет делать им расчеты в голове откуда происходят хвосты у комет комета напоминает лист с пушистыми хвостами на самом деле это громадные массы льда содержащие камни и пыль при приближении к солнцу из-за тепла лед начинает таять шипеть и сверкать так формируются яркие пышные хвосты у комет знаете что происходит с пламенем свечи в невесомости вместо привычного нам желтого цвета она становится голубым это потому что не образуется сажи которая и окрашивает его в желтый цвет а еще пламя горит не вверх а в разные стороны формируя сферу на сегодня это все любите науку всем пока увидимся через неделю